Орловская область участвует в семи проектах национального проекта здравоохранения. В 2019 году в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи средства из федерального бюджета, направленные на приобретение мобильных медицинских комплексов. Напомним, на минувшей неделе три передвижных маммографа поступили в Орловский онкологический диспансер, Моценскую и Плещеевскую ЦРБ. Столько же передвижных флюорографов получили Орловский противотуберкулезный диспансер, Ливинская и Мценская ЦРБ. Современный цифровой бомбографический аппарат, где женщины будут проходить необходимое обследование. В этом кабине будет поддерживаться и зимой, и летом температура от плюс 10 до плюс 30 градусов. Здесь имеется необходимое для этого оборудование. Также оборудование место для рентген-лаборанта, который будет записывать всех проходящих необходимое обследование. Реализацию национального проекта здравоохранения обсудили губернатор Андрей Калычков и руководитель профильного департамента Иван Залогин. При вашей поддержке в рамках финансирования еще с начала года у нас строились ФАПы, и 8 ожидается до конца года будут сданы. Были в периоде небольшие проблемы с подрядчиками, но сейчас на контроль взяли, эту ситуацию мы держим на пульсе, срывов не допустим. Это тоже значительно нам поможет улучшить доступность медицинской помощи и повысить его качество прежде всего для жителей сельских территорий. Нацпроект здравоохранения важнейший нацпроект, он идет в связи с многими другими нацпроектами, в первую очередь по демографии. Здесь нужно организовать совместную работу по обеспечению четкого координации деятельности, потому что и показатели рождаемости, и показатели смертности, это различные виды заболеваний, это те цифры, которые мы максимально должны с одной стороны повышать рождаемость, с другой стороны снижать смертность. Александр Иванович, благодаря активной позиции департамента и вашей личной инициативе нам удалось за прошедший год и начало этого обновить существенно и пароподвижную технику, это и машины скорой помощи, это и мобильные ФАПы, это и маммографы. Сейчас задача, чтобы организовать полноценную работу всей этой техники, поэтому через районные больницы, через сам департамент нужно, чтобы на контроль брали и следили, потому что помимо тех пациентов, которые попадают уже в районные больницы, у нас стоит большая задача активно взаимодействовать с пациентами в отдаленных озеренных пунктах.